И давайте посмотрим, что же это за интересная такая книжица, которая называется «Красная армия. Наш союзник». Или «Наш союзник. Красная армия». Как хотите, так и понимаете. Напечатана она была или была запущена в печать, ну вот, то ли в апреле, то ли в марте 45-го года. Понятно. Суть ее в том, что американское командование решило, что солдатам и офицерам на местах надо как-то объяснить, с кем они там должны встретиться, кто продвигается с востока в сторону Берлина. И поскольку встреча двух фронтов была уже очень близкой и явно неизбежной, появилась вот такая вот книжица, которая начинается главой «Давайте познакомимся с человеком из Красной армии». И обращаются вот американскому солдату. Вот прямо так и говорят. Он твой друг. Он твой союзник. Он тоже тяжело дрался в этой войне, прямо как и ты, чтобы принести победу объединенным нациям. Ну, то есть антигитлеровской коалиции. Встреча войск Соединенных Штатов и Красной армии – это исторический случай. Это первый раз в истории такое количество граждан американских, ну, Соединенных Штатов встретится лицом к лицу с таким количеством советских граждан. Ну и действительно, похоже, это был первый и, наверное, единственный случай такой массовой встречи. Причем, не забывайте, что Советский Союз на тот момент и долгое время после этого имел закрытые границы. И выезжать разрешалось очень ограниченному числу людей. Да, и вот тут вот описывается первая встреча, которая, скорее всего, произойдет, ну, вернее, может произойти у американского солдата с советским. Что вы можете услышать от часового? Я сейчас попробую это прочитать с тем, как это должно читаться в глазах американца, пытающегося использовать английские буквы. Ну, да, понятно, что передать это все довольно тяжело, но... Ну, вот постарались, как смогли. Да, фонетика все-таки слишком разная. Ну, думаю, приблизительное представление о том, как должны звучать команды, о том, что стрелять буду или что. Ага. Американский боец, да. Ну, в общем, обычные такие разговорные вещи для первой встречи, думаю, вполне себе полезно. Там дальше будет еще несколько таких вставочек, ну, как в разговорниках для туристов. Ну, там, конечно, хороши туристы. Ну, понятно, ситуация такая была. Тоже капитан очевидность пишет. Следуйте его указаниям и ждите, пока вас распознают. Помните, что его обучали стрелять без сомнения. Ну, дальше еще интересный кусок о том, что часовой Красной Армии всегда держит свое оружие на изготовку. Он не садится, ни к чему не прислоняется, не ест, не пьет, не курит и не поет, когда находится на посту. Он говорит строго по делу, как того требует его служебная потребность. И, если необходимо, он зовет своего командира. Ну, описали прям какого-то идеального, часового. Я не знаю, честно, то ли они действительно считали, что советские часовые настолько идеальны, то ли вот хотели своим солдатам показать, что вот смотрите, какие красноармейцы, примерные пацаны, не то, что вы быдло реднековское, занимаетесь всякой хренью, когда вас ставят сторожить важные объекты. Ну, вот на этой странице интересно отметить, что они называют советскую форму свободной и комфортабельной. Рубашка, ну, то есть гимнастерка свободно свисает над штанами, подтягивается поясом и отмечает также, что пилотку бойцы даже в бою носят чаще, чем каску. Интересное наблюдение, да. Американцы как раз без каски, я смотрю, ну, по крайней мере, насколько я могу судить по хронике и по тем же самым фильмам, но без каски никуда. Ну что, дальше описывают, какие у советской армии существуют знаки отличия, чем отличаются различные формы, какие там награды, вот отдельно описывают, как выглядят НКВДшники, ну, да, считали, что это достаточно важно, казаков отдельно описывают, башлык, вот, серьезно. Упоминают зимнюю униформу, пишут о том, что Красная Армия путешествует налегке, ну, это касается пехоты, конечно, что бойцы не перегружены дополнительным оборудованием, вот, у него есть винтовка, карабин, пистолет-пулемет, или в редких случаях пистолет, необходимая амуниция к нему, свернутое одеяло, и, что там еще, противогаз, котелок, саперная лопатка, и еще немножко по мелочам, ну, собственно, и все. Да, у американского солдата экипировка была, конечно, чуть более серьезной, но, собственно, им-то и не приходилось топать 2000 километров, о чем вот дальше пишут, а, не километров, а даже миль, они вот прямо указывают 2000 миль, прошагали по Восточной Европе, чтобы отогнать немцев обратно через Одер, прямо в задний двор Гитлеру. Ну, да, ну, вот так написано, это не я придумал. Тут еще, кстати, интересно, отдельно отмечают, что в советской армии было очень много женщин, причем на серьезных боевых позициях, отдельно отмечают, вот, снайперов, бойцов сопротивления, то есть, партизан, да, вернее, партизанок, и вот, пишут, что не удивляйтесь, если командир танка окажется приятной молодой сержанткой по имени Маша. Я не совсем понимаю, почему это обозначено как никнейм, а не просто нейм, ну, то есть, как прозвище, а не имя. Ну, видимо, американцы считали, что в советской армии к незнакомой женщине можно было просто обратиться Маша. Эй, Машка, Маруха. Думаю, может, в отдельных случаях за Маруху было и промежглаз получить саперной лопаткой или чем потяжелее. Ну, 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 что ж сказать. Ну, видимо, кто-то решил пошутить над американцами. Доставляем такую информацию. Так. Ну, что ж, движемся дальше. В этой главе американскому солдату рассказывают о том, как красноармеец ведет себя в бою. отмечают, что он пользуется только самыми простыми и действенными методами. Он инициативен и полагается на импровизацию, если этого требует ситуация. Ну, и дальше красную армию, вернее, советскую армию начинают просто дичайше нахваливать. Советский боец имеет смелость в бою. Он пытается приблизиться к врагу с агрессивной, с агрессивной, почти безумной смелостью, которая подкрепляется уверенностью в своих командирах. и их тактической и стратегической подготовке. Терпеливое планирование и всесторонняя подготовка видны в каждой победе Красной Армии. В общем, да, ну и дальше вот, чтобы каждый раз проводится продуманная разведка самыми продвинутыми техническими способами, аэрофоторазведка, Саунд Рейдж звуковая какая-то разведка, я не знаю вот в данном случае о чем они пишут. Основу основу бронированных операций составляют средними танками, но их поддерживают тяжелые танки, которые идут рядом с Т-34 Шерманами, вот, Сталин Танк, ну это они ИС так называют Сталин Танк, используют самое тяжелое, самое мощное орудие на любом, из любых танковых орудий во всем мире. Оно также поддерживает, это все поддерживается самоходной артиллерией, что там еще, Катюшу отдельно отмечают, использование минометов 1282, 50 миллиметров, в общем, все, вылезали, как будто это просто идеальная армия, идеальные бойцы, короче, пацаны, да, вы тут с серьезными ребятами, типа, встречайтесь, особо понты не гоняйте. Так, дальше переходим к гарнизонной службе, ну, даже отдельной подглавкой отмечают, что в советской армии и в местах ее расположения очень много различных плакатов и агитационных материалов. Можно увидеть надписи «Смерть фашистским захватчикам». Дальше переходят к описанию быта, и вот наконец-то мы находим первые признаки, когда хоть что-то критикуют. Вот, пишут, что кухонное оборудование несложное и сотни всяких различных предметов, которые помогают снабжению американской армии в красной в общем-то недоступны. Еда простая, нажористая, вот, ну, не особо здоровая. описывают, что советский солдат привык жевать густые супы, овощи, мясо и общее блюдо в них поридж, это крупа, короче, с фэтмид, это с тушенкой, судя по всему, да, с жирной тушенкой, которая называется каша. Да, и дальше идет строчка, которая дала название тому посту, в котором я нашел ссылку на эту книжицу. Бесконечные стаканы горячего чая используются для того, чтобы запить всю эту нямку. Красноармеец может обойтись без конфет, но вместе с чаем ему необходим кусочек сахара, который он держит между своими зубами во время того, когда он пьет чай. Наверное, нет, честно говоря, я не уверен, как красноармейцы использовали сахар в прикуску, ну, возможно, что даже таким способом, но это интересно, да. Я видел, что его просто кусают и грызут, запивая чаем. Да, ну, дальше пишут, что чай служит одновременно и запивоном, и десертом. Russian сигареты ready-made, ну, то есть готовые к употреблению папироси или самодельная махоркас. Она используется после принятия пищи в холодную погоду, естественно, пишут о том, что неразбавленная водяра, вот, по пищу,